Для меня очень большая честь быть вместе с вами в это утро. Искренне, от всего моего сердца. Я очень рад, что могу здесь преподавать историю церкви. И говорю это, несмотря на тот факт, что на протяжении всей истории взаимоотношения между церковью и евреями были очень трудными. В наше время церковь находится здесь, евреи находятся там. И между ними большой барьер, большая стена. Если вы посмотрите на Новый Завет, то вы увидите историю евреев здесь и последователей Иисуса там. Новый Завет это очень еврейская история. История церкви начинается как еврейская история. Христианство было движением возрождения внутри иудаизма. Новый Завет это история еврея по имени Иисус. Который проповедовал еврейскому народу. Учил в еврейской синагоге. Он разговаривал на языке евреев. Он учил из еврейских писаний. И все первые последователи Иисуса были евреями. Самый известный его последователь был человек по имени Павел. Сам он рассказывает свою историю в посланиях. Он был раввином. Одним из фарисеев. Поэтому, если вы посмотрите на Новозаветную историю, то вы увидите, что она очень еврейская. И в наши дни евреи находятся здесь. И церковь там. У многих людей из церкви возникают проблемы с евреями. И евреи с подозрительностью относятся к церкви. Мы хотим рассмотреть, как евреи и Иисус разделились в истории. Как христианство начиналось, как еврейское движение. Но в конечном счете стало нееврейским. И затем даже антиеврейским. Как же это произошло? Как, читая Новый Завет, мы можем видеть, что Иисус любит евреев? Чьи слова были направлены к потерянным овцам в Дома Израилева? Как мы перейдем от Иисуса, который любил евреев, к организации, которая ненавидела евреев ради его имени? Мы должны рассмотреть этот вопрос. Рассматривая историю церкви, я разделю ее на три периода. Древний период. Средневековый период. И современный период. Я связываю определенные даты с этими периодами. Древний период завершается Папой Григорием в 590 году н.э. И мы поговорим об этом человеке. Я бы сказал, хорошем человеке. Средневековый период занимает приблизительно тысячу лет до 1517 года. Рассматривая историю церкви, я бы хотел рассмотреть древние, средневековые и современные периоды. Уделив некоторое внимание современному периоду. Наша первостепенная внимание сосредоточится на дохристианском периоде и вплоть до 1517 года. И мы рассмотрим, как христианство начиналось как еврейское движение. И спустя время превратилось в институт и стало очень нееврейским. Далее я хотел бы дать краткий обзор курса. В качестве вступления рассказать вам немного о себе, о своем свидетельстве. И затем мы сделаем перерыв. Название этого курса «История церкви. От Пятидесятницы до Реформации». В соответствии с названием, на этом семинаре мы сделаем обзор общей истории церкви и, в частности, ее отношение к еврейской истории. Я буду говорить об истории древних мессианских еврейских общин в Израиле в первом веке. Я написал три книги о мессианском еврейском движении первого века. Только недавно была издана еще одна книга о мессианском еврейском иудаизме первого века в Израиле. Затем я рассмотрел рост мессианского иудаизма в Израиле в наши дни. Я получил грант на изучение движения и учебу в Израиле. И мои открытия были опубликованы в книге. Я хотел привезти несколько копий, но забыл. Я хотел бы рассказать вам очень восхитительные новости. Потому что и вы, и я, все мы части этой истории. В Израиле в 1948 году, во время провозглашения Израилем своей независимости и начала войны, В стране было приблизительно 20 мессианских евреев. Сейчас, в 2005 году, более 10 тысяч мессианских евреев. Кстати, мессианское еврейское движение в Израиле стремительно растет. Господь совершает просто изумительную работу. Мужчины и женщины приходят к вере в Иешуа. Как можно поклоняться Ему таким образом, как это было в первом веке? Если посмотреть на мессианские общины в Израиле, то мы увидим, что они состоят из евреев. И те, кто не является евреем, но которые хотят отождествить себя с движением и помочь ему. Есть мужчины и женщины евреи, но преследования заставили их скрыть свое еврейство. Еврейская часть их души уснула. И их родители говорили, пусть лучше она спит. И если еврейство проснется в тебе, ты только попадешь в проблемы. Поэтому пусть она спит, не хорошо быть евреем. Но люди просыпались. Они сами изучают, что значит быть евреем. Они изучают, что значит поклоняться Иисусу в еврейском контексте. В Израиле рост мессианского движения исчисляется тысячами. В этот вечер мы рассмотрим первые годы существования мессианского движения. Первые сто лет. Затем мы сделаем краткий обзор событий до 590 года нашей эры. Поэтому сначала первые сто лет, а затем до 590 года. Проблема состоит в том, что мы видим очень сильное и динамичное мессианское движение в начале. Христианство Нового Завета – это мессианское движение. Это евреи, пришедшие к вере в Ишуа. Они радуются тому, что Иисус исполнил пророчество Ветхого Завета. В их среде проявляются духовные дары. Движение растет в сердцах и умах евреев. И людей, которые по каким-либо причинам хотят отождествлять себя с евреями. Это было служение первого века. Чтобы увидеть это, надо просто прочитать Новый Завет. Есть люди в наше время, которые говорят, у евреев покрывало на глазах, и они не могут видеть Иисуса. Христиане говорят, о, евреи такие слепые. Но что удивляет меня больше всего, что сами эти люди, либо они сами не могут видеть, либо отказываются видеть, что Новый Завет – это еврейская история. Они говорят, что евреи настолько слепы, они не видят Иисуса. Но эти люди могут быть так слепы, они не видят евреев. Вам не нужна докторская степень в теологии, чтобы увидеть, что мессианское движение – это еврейское движение. Почему эта история отодвинулась? Почему никто не хочет рассказывать эту историю? И почему те люди, которые переживают эту историю, подвергаются дискриминации? О, я начинаю проповедовать. Мы рассмотрим движение, начиная с 5-го года до нашей эры и до 100-го года нашей эры. Еврейское происхождение церкви. Развитие новозаветной литературы. И это еврейская книга. Основной автор книги, говоря человеческим языком – это Павел. Его подпись есть на 13 документах. Он был рабином. Это еврейская книга. Мы рассмотрим развитие Нового Завета. Напряженность между движением и римским государством. Мы рассмотрим, как христианство проистекает из еврейских корней. Мы рассмотрим противоречия в доктринах и спорах людей по этому поводу. Мы рассмотрим рост монашества. И как вообще монашество стало стандартом служения? Мы рассмотрим латинское проявление христианских добродетелей и поклонения. И как это однажды еврейское движение стало нееврейским и потом антиеврейским. Как это произошло в более раннем периоде. И затем средневековый период. Начиная с назначения Папы Григория. И рост папства. Появление Святой Римской империи. Крестовые походы. Реформаторы. И завершим кратким обзором средневековой учебы и поклонения. В связи с церковной историей и более широко еврейской историей. Также краткое исследование современного периода. Но, конечно же, в нашу задачу не входит изучение современного христианства. В завершении я сделаю небольшой обзор перед экзаменом. На следующей неделе у нас будет небольшой экзамен. Десять вопросов. Вы заполните пробелы. Но вначале я бы хотел поделиться своим свидетельством. До того, как я начну рассказывать историю церкви, позвольте мне сначала рассказать мое личное свидетельство. Так что вы будете знать, кто же обучает вас. Я родился в еврейской семье 9 ноября 1955 года. Сайф – это немецкая фамилия. Мои родители были немецкими евреями. Семья моего отца эмигрировала в Америку незадолго до начала Второй мировой войны. И семья моей матери во время войны. В принципе, моя мама была незаконно перевезена из нацистской Германии монахинями. Упоминая это, хочу сказать, что я очень дружественно настроен по отношению к католикам. Чтобы меня не поняли неправильно, потому что я буду критически рассматривать события древнего и средневекового периода. Но в глубине моего сердца я не злюсь на католиков, хотя я сам не римокатолик. У меня есть две докторские степени. Я не говорю это, чтобы похвастаться. Но одну из них я получил в Нотр-Даме. Постдипломной теологической ассоциации в Нотр-Даме. И это были англиканские и римокатолические учения. Поэтому у меня нет глубокой личной ненависти к католикам. Монахини спасли жизнь моей матери. По-любому, я родился в еврейской семье. Вырос в еврейской семье. И я ходил в ешио, религиозную еврейскую школу. Я вырос, нося кипу. Цицит. Я ходил в школу, где преподавание половины предметов велось на иврите. Я пришел к вере в Иисуса в первой половине 70-х годов. В конечном счете я испытал призвание к служению. Мне помогла организация под названием «Евреи за Иисуса». Меня поощряли учиться в библейском колледже. И это был очень большой шаг для меня. После того, как я принял Господа, много лет я был пассивным. Но, наконец, я почувствовал, что пришло время стать серьезным. И хотя я почувствовал призыв Бога в моей жизни, все же я не хотел идти в колледж. И я не хотел учиться в колледже, потому что меня исключили из школы. Я не был очень успешен в школе. Много наркотиков. Мало дисциплины. Мне было все равно. Поэтому меня исключили. Наконец, я решил пойти учиться в библейский институт. В библейский институт имени Муди в Чикаго. Однако, вначале они не приняли меня. Они позвали меня и говорят, «Джеффри, у тебя были такие плохие оценки в школе!» Мы просто не знаем, справишься ли ты в колледже. Поэтому мой пастор поехал вместе со мной. Он сел там, и мы их умоляли. Мой пастор сказал, «Просто дайте этому парню один шанс. Позвольте ему вступить, и вы увидите, что он сможет». Я закруглился в институте Муди в самом начале. Потом я учился в колледже Тринити и семинарии. И затем я закончил постдипломную теологическую ассоциацию в Нотр-Даме. И затем я пошел в Южно-Методический университет. Методическую семинарию получил степень бакалавра и магистра там. Каждый предмет я сдавал на отлично. Я не говорю это, чтобы похвастаться перед вами. Но я думаю, что когда люди спасаются, Господь поселяется в них. Они находят призвание своей жизни и достигают его. Тогда просто удивительно, кем вы можете стать. Я служил в качестве миссионера в Американском совете «Миссия евреям». Сейчас эта организация называется «Служение избранному народу». Несколько лет я служил кантором в общине, которая стала одной из самых больших миссианских общин в мире. Это община Баруха Шем в Далласе. Кстати, в прошлое субботнее утро я служил там. Я преподавал теологию и служение в Институте Христос для народов, начиная с лета 1989 года. Там я возглавлял департамент еврейских учений. В дополнение к тому, что я служил в качестве профессора там, Также у меня есть профессорство в Хьюстоне. Кстати, мне также нужно рассказать вам небольшую историю в связи с этим. В Хьюстоне я учу в Клиер-Лэйк, где находится НАСА. Национальный центр управления НАСА. Там они обучают астронавтов перед полетом в космос на шаттле. Вы помните историю, как два года назад шаттл взорвался в небе над Техасом? И вы знаете, что на борту был израильский астронавт Илан Рамон. Может, вы не знаете, что я был в дружественных отношениях с командиром этого шаттла. Потому что я постоянно служил в Хьюстоне. И часто я проповедовал там, в церкви. Это очень-очень большая церковь. Недалеко от центра НАСА. И эту церковь посещало много астронавтов. Много инженеров и тех, кто работал на НАСА. Один из них Рик Хасбен, командир этого космического шаттла. Другой Майк Андерсон, пилот шаттла. До полета шаттла в своей обреченной миссии мне позвонили, потому что командир Хасбен и его жена Эвелин хотели встретиться со мной. Я был в Хьюстоне в то время. Командир приехал со своей женой. Они хотели, чтобы я взял их за руки и помолился. Он дал мне фото всех астронавтов. И рассказал мне о каждом члене экипажа. Он был пастором, и это была его церковь. Особенно он хотел быть хорошим свидетелем для Элеон Рамона, израильтянина. Рик Хасбен был христианином, который влюбился в еврейский народ. Он влюбился в Израиль. И он хотел сделать все возможное, чтобы быть хорошим свидетелем для Элеона Рамона. Космический шаттл взорвался в субботу. Воскресное утро мне звонят из CNN. Они слышали, что я был другом Рика Хасбенда. И в то время, как со всего мира слетаются команды новостей собрать все куски космического шаттла для этой истории. CNN пытали собрать куски жизни человека. Поэтому они связались со мной, чтобы я смог внести что-то в описание характера Рика Хасбенда. Поэтому мне представилась возможность несколько минут говорить всему миру. В интернете вы можете найти это интервью с помощью поисковой машины Google. Только введите мое имя. И открыть тот сайт, где находится текст интервью CNN. У меня была возможность свидетельствовать о человеке, который не только любил Господа, но у которого было теплое, глубокое и доброе отношение к евреям. И в частности, к Израилю. Я был рад поделиться с вами этой историей. Причина, по которой я рассказываю ее вам, не переоценить мои взаимоотношения с командиром Риком Хасбендом. Чтобы выглядеть больше в ваших глазах. Я не был его близким другом, но я знал его, и он знал меня. Причина, по которой я рассказываю вам эту историю, в связи с упоминанием роста мессианского иудаизма в Израиле. Потому что я хочу связать вас интеллектуально с тем, что Бог делает в мире в наши дни. Я часть этой истории. Маттеас часть этой истории. И вы часть этой истории. Потому что Бог пробуждает движение, когда определенные люди более дружелюбны по отношению к евреям и еврейской перспективе. Но сперва позвольте мне закончить введение о себе, и затем мы сделаем перерыв. Это было касательное упоминание, что я учил в Хьюстоне. И что я знал там астронавтов. Также упомяну, что я закончил Северо-Техасскую полицейскую академию. Некоторое время я служил в качестве преподавателя уголовного права. И в Техасе у меня есть удостоверение полицейского. Когда я учился в полицейской академии, мне говорили, что 80% полицейских в мире коррумпированы. К счастью, не так все плохо в Америке. Я работал в качестве полицейского. Но я никогда не брал даже и 10 центов. Каждую неделю я жертвовал одной сменой ради общины. Я пастырь в полицейском департаменте. Я просто верю, что христиане должны проникнуть в различные части культуры. И оказывать на нее влияние с библейской верой и добродетелью. На прошлой неделе начальник полиции сказал мне. Знаешь, этот департамент как одна большая церковь. Я работал там 10 лет. Ассистент начальника думает пойти учиться в семинарию. Каждую неделю там проходят молитвенные встречи с начальником, капитанами и лейтенантами. Это немного согревает мое сердце. Может, я имею какое-то отношение к этому. Хотя я не хочу приписывать себе никакой заслуги. Хорошо выбираться и оказывать влияние на культуру ради Царства Бога. Также перед заключением хотел бы рассказать вам о моей жене. Не знаю, приеду ли я в Бразилию еще раз. Когда я расскажу своей жене, какие здесь привлекательные женщины, она может не разрешить мне вернуться. Но хочу рассказать вам о Петти. Петти работала горничной. Она убирала дома. И затем в Нью-Йорке она получила работу ассистента учителя. Она помогала монахиням в католической школе. Моя жена выросла католичкой. Поэтому она работала в Нью-Йорке в школах, в гетто. И Петти говорит сама себе. Я не хочу быть ассистентом учителя, я хочу быть учителем. И в возрасте 26 лет она решила пойти учиться в колледж. За два с половиной года она получает диплом бакалавра. Затем она поступает в университет, чтобы получить степень магистра в сфере образования. И потом она выходит за меня замуж. И находясь дома и заботясь о детях, она возвращается к учебе. И получает вторую степень магистра в психологии. И Петти работает в качестве школьного консультанта сложных подростков. Моя жена и я верим, что в мире существует множество проблем. И мы хотим быть частью процесса исцеления. Господь спас нас. И показал, что мы можем все через Того, Кто укрепляет нас. Мы узнали, что существует замечательная и вдохновляющая жизнь на другой стороне греха. И мы в поисках Бога. Чтобы увидеть, как мы можем служить лучше общине верующих. И миру в целом. В заключение хотел бы сказать, что у нас с моей женой два самых классных парня, которые когда-либо рождались. у меня есть сын Яков, которому 16 лет. И сын Захария, которому 13 лет. И также хочу сказать, что есть две девочки на планете Земля, которые не осознают, как им повезло. И в конце концов, я не должен так много рассказывать о себе. Мы проведем некоторое время вместе. Я буду вашим туристическим гидом. Я совершил много поездок в Израиль, возил туда много групп. И поэтому мы садимся в автобус. Я показываю им это место и объясняю. И показываю им то место и объясняю. Вместе мы проведем тур. Я начну с начала истории мессианского еврейского движения. И проследим историю движения от его зарождения на протяжении всего древнего периода. И затем мы рассмотрим средневековый период. Я начну путешествие с вами. Некоторое время я уделил тому, чтобы вести вас в курс. И несколько минут я уделил тому, чтобы рассказать вам о преподавателе курса. А теперь, после всего, мы сделаем небольшой перерыв. И возвратимся к занятиям через 15 минут. И затем мы продолжим. Пусть Бог благословит вас.